Здравствуйте! Сегодня будем знакомиться со стрелицей. Это стрелицей Николая, а это стрелицей Регина. Друг от друга они отличаются размерами и формой листа. Николай в комнатных условиях вырастает до 2 метров и имеет большие и крупные листья. Регина же более компактна, у нее лист меньше, а листовая пластина более вытянута. Стрелицы в нашем интернет-магазине представлены в разных размерах. Ссылка на сайт в описании. Своей популярностью эти растения обязаны необычной форме цветов. Благодаря им стрелицу еще называют райская птица. У нас есть искусственный цветок Регины, у Николая же цветы бело-синие. Живые выглядят точно так же. Одновременно на одном растении может быть до 6 цветоносов. На каждом раскрывается по 5-6 цветков. Но и без цветения она очень красивая. Со временем листья разделяются по жилке и становятся перистыми. Сейчас мы пересадим стрелицу Николая в такой вот декоративный горшок. Корни у этой стрелицы уже видны из отверстия в дне горшка, поэтому нужно с особой аккуратностью доставать растения. Часто, чтобы не травмировать корни, приходится разрезать горшок. Вынимаем стрелицу после того, как убедимся, что растение свободно можно достать из горшка. Корневая система у нее имеет форму стержня, один мощный корень, который растет в основном в длину, и небольшое количество мелких корней. Итак, частично убираем старый субстрат. Все наши растения мы выращиваем в подходящем для них грунте с добавлением удобрений. Поэтому, если вы приобрели растение в нашем магазине, можно не бояться оставить старую землю. В качестве основы используем нейтральную питательную землю. Далее в грунт мы добавляем биогумус, который обладает большим количеством полезных свойств. Для разрыхления почвы используем перлит. Он улучшает ее структуру и обеспечивает доступ воздуха к корневой системе, что снижает риск загнивания корней. Также добавим осмокот. Это комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия, которое обеспечивает равномерное питание растений в течение сезона. Растения мы пересаживаем по просьбе покупателя в такой горшок с складкой. Выглядит оно как кашпо. Высаживать будем во внутреннюю вкладку. Она имеет дренажное отверстие. У такого кашпо есть неоспоримые статические преимущества. Не нужно использовать поддон. Излишки воды собираются во внешнем горшке. Так как стрелицу сегодня пересаживаем для покупателя, поэтому будем использовать дополнительный дренажный элемент. Керамзит. Он будет оберегать корни растений от излишней влаги. Оптимальная высота дренажного слоя 1-2 см. Далее засыпаем готовый субстрат и помещаем наше растение в центр горшка. Заполняем оставшиеся пустоты, аккуратно приминая землю. Пересадка закончена. Вставляем вкладку во внешний горшок. Все наши растения после пересадки мы поливаем раствором с использованием Радифарма. Это биостимулятор развития корневой системы. Надеемся, что видео было для вас полезным и вы успешно справитесь с уходом за своими растениями. Переходите к нам на сайт, там большой выбор комнатных растений. Подписывайтесь на наш канал.